Западные санкции, лишившие российских чиновников заграничной недвижимости, заставили многих состоятельных граждан России спасать свое дорогостоящее имущество из-под угрозы потенциального ареста за рубежом. Так, российский олигарх Алексей Мордашов, оказавшись в санкционном списке, успел укрыть свою роскошную яхту стоимостью 300 миллионов долларов в российских территориальных водах. И теперь 140-метровое судно вместо Сейшельских островов пережидает политическое давление на родных берегах в порту Владивостока. Вторым российским чиновником, оказавшимся вместе с Алексеем Мордашовым в санкционном списке, стал уже бывший начальник районного отдела полиции Уссурийска подполковник Алексей Андрейченко, который также вывел свое плавсредство из-под угрозы санкционного ареста и укрыл дорогостоящее судно от западных посягательств в одном из внутренних водоемов Уссурийского района. Свою яхту Андрейченко тщательно скрывал от надзорных органов, а потому обнаружить ее удалось только с помощью средств объективного контроля, а также камер наружного видеонаблюдения. Председатель исполнительного комитета Уссурийского района Виталий Наливкин поставил задачу незамедлительно провести проверку по факту появления у Андрейченко данного плавсредства, а также выявить способы обогащения и возможные источники финансирования, с помощью которых Андрейченко и подобные ему госчиновники позволяют себе жить на широкую ногу даже в условиях тяжелого санкционного давления. В ходе рейда спецоперативной группой было выявлено маломерное судно стоимостью свыше 150 тысяч рублей. По факту обнаружения был проведен комплекс мероприятий по выявлению личности владельца дорогостоящего плавсредства. Когда правоохранители взошли на борт данного судна, его владелец явно не был готов к внезапному визиту гостей, а потому начал выражать явное недовольство действиям оперативников. Я не понял. Ты мне можешь объяснить, что за яхта? Откуда она взялась? Что ты здесь делаешь? Можешь объяснить? Нет. Сейчас ребята у тебя здесь шмон наведут и все выяснят. Что и почему ты здесь делаешь? Мне просто надоело за тобой бегать уже. Зачем? Зачем ты нарушаешь закон? Я его не нарушаю, я просто ловлю рыбу. Я тебя просто утоплю сейчас здесь, да и все. Оценив обстановку, у правоохранителей сразу возник вопрос. Откуда у Андрейченко такая яхта и почему она не находится в свое рабочее время? Однако владелец судна отказался давать ответы на эти вопросы. Ты сколько зарабатываешь? Я знаю, сколько ты зарабатываешь. Нормально. Нормально, да? Я себе такого позволить не могу, чтобы яхту покупать. А ты обычно просто взял и купил, да? Шмон наводим здесь полностью. Все переворачиваем здесь. После детального осмотра содержимого на борту яхты удалось вывести Андрейченко на чистую воду. В ходе досмотра на судне было обнаружено огромное количество сельхозпродукции, а также крупная партия дефицитных товаров, происхождение которых также вызвало у следствия немало вопросов. Это вот рыба ты называешь? Кабачки что, запрещенные что ли? А почему они у тебя на яхте делают? Ну, лежат. У тебя что здесь? Камера хранения или что? Может, не камера? После выяснения обстоятельств данного дела, Виталий Наливкин поставил задачу изъять у Андрейченко всю дефицитную продукцию, количество которой превышало допустимые объемы законного приобретения в одни руки. Перекрыв преступный способ обогащения, председатель еще раз продемонстрировал свой метод борьбы с непомерной жадностью нечистых на руку чиновников, которые, не стесняясь, постоянно шикуют на народные деньги. В ходе следственных действий незаконная яхта была атакована из ручного противотанкового гранатомета, в результате чего данное маломерное судно прекратило свое существование. По итогу данной спецоперации никто серьезно не пострадал. Ну что, все, теперь ни одной яхты больше у чиновников не будет. Свершив правосудие, Виталий Наливкин поставил задачу взять под стражу владельца бывшей яхты за попытку оставить место происшествия и скрыться в неизвестном направлении. Че, ты этого хотел? Да, этого хотел, ну конечно. Ну, я тебе сказал, я тебя размотаю. Че, обязательно было взрывать? А что мне делать с тобой? Задержав Андрейченко в очередной раз, Виталий Наливкин добавил, что всегда будет следить за благосостоянием жителей Уссурийского района и не позволит чиновникам жить на широкую ногу, в то время как большинство простых граждан вынуждено ужимать пояса в условиях постоянных санкционных ограничений. В знак уважения за успешную стрельбу из противотанкового гранатомета Виталий Наливкин был награжден специальным девайсом – особыми беспроводными аудио-наушниками CGPods от российской компании «КейсГуру», которые должны будут настраивать председателя на решение важных социальных вопросов с помощью безупречного качества звука и эффективной шумоизоляции. По замыслу производителя с данным девайсом Виталий Наливкин сможет 20 часов решать вопросы в автономном режиме и в любых погодных условиях, поскольку влагозащита наушников позволит им оставаться на связи даже под самым суровым уссурийским снегопадом или проливным дождём. При этом особые упругие крепления анатомической формы обеспечат председателю надёжное и комфортное прилегание наушников даже во время спортивных занятий и активного отдыха. Также на выбор Виталия Наливкина представлено сразу две модели наушников CGPods 5.0 с ударопрочным кейсом из авиационного алюминия, а также CGPods Lite с самым маленьким в мире кейсом антистресс в виде футляра для обручального кольца. Lite также обладает влагозащитой и механическими кнопками для управления телефоном прямо с наушников. На все модели производитель даёт год гарантии с замены девайса на новый без какого-либо ремонта. Поблагодарив компанию «КейсГуру» за столь ценные подарки, Виталий Наливкин распорядился, чтобы данные девайсы были доступны каждому по ссылке в описании и по промокоду «Наливкин». Также председатель добавил, что теперь с музыкальным сопровождением он будет с гораздо большим энтузиазмом решать важные вопросы, направленные на улучшение жизнедеятельности граждан в Уссурийском районе.